Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сейчас мы говорим... Субтитры создавал DimaTorzok 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 И он поставил свои руки на колени Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Катеринм Также между руками раскрывает Держит колени Ровно держит Дальше Усё Какое ещё отличие Первое что он между руками И подмышкой раскрывает Magazine Сам� Дальше Усё он громко читает намазы, где нужно громко читать, то есть вслух читать. Это вечерний намаз, ночной намаз, утренний намаз. Мы это знаем. Это тоже второе отличие в намазе мужчины и женщины. Третье отличие, когда в намазе что-то имам ошибку сделает или что-то произойдет и он захочет кого-то предупредить о чем-то или о ошибке в намазе, что он пропустил что-то. Что мужчина делает? Саббаха делает тасбих. То есть он говорит Субхан Аллах. То есть имам забыл, один ракаат пропускает или он лишний ракаат хочет делать. Мы что делаем в намазе? Мы не кричим, не разговариваем, мы говорим Субхан Аллах. Имам за это должен как бы очнуться, понять, что он неправильно сделал. Если за это говорит Субхан Аллах, значит есть ошибка тогда. Далее для этого Сахрин бен Са'б передает хадис, ради Алоуану, она Расулла Аллаху, салла Аллаху, алейху вассалла м, паала ман раба ху шейху фисалатихи, фал юсаббек. Когото если в намазе что-то произойдет, он захочет предупредить, пусть он сделает тасбих, скажет Субхан Аллах. Так как он, если скажет «Субхан Аллах», он как бы повернется к нему, имеется в виду, очнется от своего поступка, он поймет, что что-то не так происходит. Поистине хлопать это для женщины. Женщина, сейчас мы пройдем, это хадис туда тоже, она касается и так далее. Женщина эти намазы видит, тот, кто стоит имама, ошибся, например, с мужем читает намаз, она может хлопнуть вот так в намазе. То есть не так хлопает, в намазе так стоит, так и хлопает. Это хватает, чтобы предупредить имама, который говорит для женщины, она не говорит «Субхан Аллах», она не повышает голос. Так. Последнее. Пятое отличие. Он говорит, что он говорит, что он говорит, что выше колен, это говорит, что ниже пупка тоже пупка. То есть грань между коленем и пупком. Это есть аурат для мужчины. То есть то, что он должен в намазе закрывать. Если он открыт, будет ниже пупка, некоторые штаны падают, некоторые там пуза бывают в спортивках читают намаз, сзади спина ниже пупка, она открывается, это намаз портит. Если он узнает, что аурат открыт, он должен в тот же момент ее закрыть. Если он оставит, намаз ее портится. Потому что одно из условий намаза, чтобы аурат был закрыт. Ты нарушил условия, и намаз тоже нарушается. То есть пять различий, мужчина, который отличается. Первое, мы сказали, мужчина между подмышками и руками раскрывает. Второе, он между ряшками и животом раскрывает, не сжимается, клубок не идет. Третье, он голос повышает, когда читает махреб или ночной намаз, или утренний намаз. Четвертое, если он что-то хочет предупредить имама, он говорит, субханаллах. Пятое, аурат мужчине между пупком и коленем. Это пять отличий, которые мужчина отличает от женщины. Что делает противоположная сторона женщины? Имам говорит, женщина, она себя, часть себя сжимает в другой части. То есть она, если судит идет, руки сжимает, ноги сжимает. И тоже живот делает так, чтобы она прилипает к ногам. Также, когда есть мужчина, есть посторонние, она голос понижает. То есть, чтобы не слышно было читать. Первое, то, что женщина должна сжиматься в намазе, Далиб, шафиити взяли, шафиитскую мазаду, ученые. Хадис, который передал Байхайки. Он проходил мимо двух женщин, которые читают намаз, Факали и сказал, если вы будете делать поклон, То сжимайте часть своего тела, Имеется в виду, он из мяса говорит, Имеется в виду, свою часть своего тела, Ильяль арды к земле, то есть вы сжимаетесь. Фаиддаль мараталайся три далека каррадюли, Поистине, женщина говорит, вы там не как мужчина. То есть мужчина раскрывает, он свободно читает, Женщина сжимается, чтобы не раскрылась его оврат. Это хадис Байхайки передал, И это шафиити приводит в другом азабе, Такое различие, именно в шафиитском азабе, Это вот так подчеркивается. В основном хадисах, это отдельно достоверных сплошках, Которых в Бухаре, в Мусте, такого нет. Но шафиити этот хадис взяли за основу И сделали один из различий в намазе. Так как ее говорит природа, Что она спрячет свой оврат, Закрывает свое тело, И она не должна быть раскрыта. Второе, мы сказали, Что она свой голос при посторонних мужчинах Голос понижает. Далиль на это хачатал фитна, То есть имя, чтобы не было фитны При посторонних мужчинах. То есть, Аллах, женщинам сказал, Чтобы они свой голос не делали мягким, Чтобы тот, у кого в сердце болезнь, У него фитна не получилось, Чтобы он как бы не пожелал фитны, Чтобы она свой голос чуть понизила И не делала таким мягким, Так, чтобы человек, у кого в сердце болезнь, Подумал, что на что-то он претендует. Это Аллах ранее сказал, И вы должны понимать, Что посторонних мужчинам, Хоть даже в намазе, Надо стараться, чтобы голос понижать. В вопросе, Является ли голос овратом, Женщине голос овратом или нет, В этом вопросе, Среди ученых, Из разногласия, Более сильное мнение, Что не является овратом. Но все равно считается желательным, Чтобы он голос понизил, Чтобы не получилось так, Чтобы мужчины по сторонам, У кого сердца больные, Они не, Как бы сказать, Сердце у них фитны не получилось. Так. Третье отличие. Если в намазе что-то происходит, Каким мы сказали, Это уже могу подчеркнуть, Она хлопает ладошкой, И таким образом дает знать имаму, Что он ошибся, Или что-то забыл, Или что-то пропустил, Или что-то лишнее делать. Или так же, Если ребенок что-то неправильное делает, Женщина читает намаз, Тоже это может реально получиться, Ребенок играется, Муж может что-то читать, Что он занят, И она в намазе, Ребенок делает какие-то опасные движения, Может быть, Береза электричества играется, Или там горячие предметы есть. Если она намазе хочет, Чтобы муж повернулся, И посмотрел за ребенком, Она опять-таки не говорит, Субханава, Она хлопает, И это дает знать мужчине, Что что-то не только происходит, Он может заметить ребенка, Или что-то другое. Дальше. Мужчине, мы сказали, Аура между пупком и коленами, У женщины все ее тело является авратом, Кроме лица и рук. То есть, кроме лица и рук в намазе, У женщины все тело является авратом. Если часть этого тела открывается, Намаз не считается действительным. И часто, Не заметили некоторые традиционные, Так называемые, Мусульманки, Которые очень пренебрежительно Относятся к своей религии, И не знают, Ахкам и религии, Как намаз читать. Они там сверху косинкой закрывают И читают намаз. Или волосы здесь торчат, Сзади торчат, Или шея видна. Это намаз считается не действительно, Он не принимается. Потому что это условие, Что ты закрыла все тело, Кроме лица, Аура лица и руки. Даже нельзя, Чтобы хамис был такой широкими рукавами, Что ты, когда поднимаешь, Она падала, И этот аврат открывается. Вот эта часть тоже аврат для женщины читается. Она в намет закрыта. Будь это в намазе, Или на улице, На базаре, Или она что-то работу делает, Там, где посторонние мужчины, Она не имеет права Раскрывать Вот эти, Свои локти, Руки, Дальше кистей. То же самое, Мусульманка, Которая не является, То есть, Является теми людьми, Которые мало знают свою религию, Но они считают, Что они муритки, Такие соблюдающие. В этом вопросе Очень пренебрежительно относятся. У них руки засученные, Будь с короткими руками, Платье бывает, Но она длинная, Она же не как бы разреза. Но руки, Это часть тоже аврат. Шея тоже аврат. Назад поток привязывают. Это, Это не мусульманская одежда. Традиционная, Как угодно называют, Но это, Ни в одном мазах Это не дозволяется. Спросите ваших имамов, Которые вы считаете уважаемыми, И слушаете, Дозволяется ли открывать женщину шею, Или отсюда волос, Или сзади, Или руки, Или ноги, Часть там, Чуть выше, То есть, Голени открывать. Это почти у всех Это открыто будет. Это харам, И это дело, Проклятое дело, Так выходить с дома. Этого человека, Нома тоже не принимается В таком виде. И, Конечно, Имамы очень Пренебрежительно относятся К этим вещам. Они должны на мимбарах Говорить, Что свои мужчины, Мужья, Свои жены закрывали на мать. Ни в одном мазхабе, Кроме рук и лица, Чтобы дозволяло Что-то раскрывать, Такого вообще нет. Шарят. Вы это должны понимать, И очень, Об этом вообще ничего не говорится, Мало говорится, И люди, Как бы, Расслаблены В этом отношении относятся. Это, На самом деле, Харам. Она постоянно под Харамом, И это очень хорошее положение Перед Аллаху. Если женщина, Абрат открытая, Ангел тоже не приходит. Ее на мать тоже не принимается, И представьте, Какое положение у этого человека будет. Аллах, Коанн, Говорит, Почему это надо закрывать? В сурату-нур 31 аяте Аллах говорит, Пусть они закрывают свои красоты, Кроме того, Что явно из этого красоты. То есть большинство имамов, Их более известное мнение, Что, Чтобы красоты закрывали, Имеется в виду места красоты. То же самое, Грудь, Шея, Все, Все фигуры надо закрывать. Опять, Сейчас очень модно Одевать, Такие платья, Которые обтягивают фигуру, Подчеркивают. И пусть даже до самого конца ноги, Это юбка будет, Или платье будет, Или хамис будет, Что они надевают. Если она обтягивает ваши груди, И фигуру, И таз, Это все показывает. Это не является, Исламская одежда, Это является харам. И она своей подчеркиваем, Своей фигурой, Делает фитнес для мужчин, И делает так, Что у мужчин, У них появляется вожделение к ней, Косторонние мужчины. И это гневает Всевышнего Аллаха. Не нужно обманывать себя. Некогда одевает штаны, Сверху что-то подтягиваешь, Одевает. Нельзя так одеваться. Одежда должна быть свободная, Закрывающая как минимум руки и лицо, Чего оставалось, Остальное, Чтобы все закрыто было, Начиная с шеи тоже. И ноги все должны быть закрыты. Она не должна быть прозрачной, Она не должна быть так обтягивающей, Подчеркивающей фигуру. Это, Нету обязательства, Что он черный цвет был. Никто это вам не говорил, Что именно черный цвет носил. Цвет, который является, Как бы, В толпе, Растворяемый, Который не выделяется, Чтобы не было желтым, Красным, Слишком яркими цветами. А такой, Который в толпе, Можно раствориться в нем, И закрыть свой ауна. Этот цвет достаточно бывает. В Африке ходят в желтых, И оранжевых, Никабах, И форме. У них это нормально, И никаких проблем нет. Главное, Чтобы не выделяться. В Саудии ходят черным, И наоборот, Свет вам там выделяется. Там не нужно свет войдет, Там черный бывает. Если у нас в Дагестане, Например, Это какие-то цвета, Зеленый, Темно-синий, Или какие-то там орнаменты, Нет проблем. Вопрос, Нет цвета. Вопрос, Чтобы это было, У нас, Как наши прадеды, Ходили по паках, По паках и бородой, Как я говорил, Наши прабабушки тоже ходили В больших платках, Специальных национальных платках были, Которые закрывают и грудь, Закрывают тело, И, конечно, У них были длинные, Свободные платья. Никогда они не позволяли, Обтягивающие насиделись, Если они увидели своих внучек, И правнущих, Как они ходят в джинсах, Обтягивающих, И футболках, И как эта вся фигура, И без платка, Они, наверное, В могиле перевернулись, И подумали, Так что такое, Это они мусульмане, Они гиды, Кафиры, Хуже, чем красотутки ходят, И говорят, Называй себя мусульманом, Постелите за Аллаху, И закройте свою красоту, Не делайте фитнес, Твою красоту должен видеть Твой муж, И твоих самых близких, Людей, Как отец, Брат, Дядя, Племянник, Сын, Внуки, И только эти люди Могут видеть тебя Без платка, Открытой в одежде. Идем дальше. Ученые говорят, Что это здесь места красоты Нужно закрывать. Кроме того, Что осталось явно, Ученые говорят, То, что осталось открытым, Это имеется в виду руки И кисти, Лицо и кисти. Это Ибн Касир В Сирии приводит. Конечно, В этом вопросе Сознагласие, Вообще, В жизни на улице Является ли, Как и в намазе, Такой же обрат, То есть, Нужно ли лицо Закрывать или нет. В Шафирском Мазабе Эти женщины красивые, И от нее может быть Сходит фитнес, Обязательно, Чтобы она закрывала Своё лицо. И большинство других Мазабах тоже Лицо закрывать Является обязательно. Некоторые ученые Позволяют, Кроме лица И кисти рук, Как вот это маяти, Как Ибн Касир привел, Некоторые позволяют И считают, Что лицо и руки Не входят в общую красоту. Это как бы Исключение Из общего правила. Большинство И она более сильная Мнения, Если девушка Красивая и молодая, Она должна Закрывать своё лицо, Чтобы не было Фитнес для других. Это не является Арабским адатом, Это не является Каким-то лохабистским Что-то. Это в Шафирском Мазабе Это книга Минхажа, Посмотрите, Не то, что Женщина, Лицо, Чтобы она закрывала. Даже в Шафирском Мазабе Если мужчина Открывает свои руки Свои мускулы И это Девушке На самом деле Нравится Это фитнес Он обязан Закрывать это. Нему-харам Это открывает Как минимум Неживательно. Это есть в книгах И здесь Ничего такого нет. Дальше. Умма салам Передает хадис Ради Аллаху Аннаха Саалатин Набия Салла Аллаху Алейхи Васалам Ату салли Лимар Ату фидир Ин Вахимар Может ли Женщина Читать Намаз В плаке Длинном И Платке Лейса Алейха Изар Еще на нее Не будет Как бы Изар Изар Как раньше Было Как юбка Или Как мазицы И гназицы Носят Вот так Привязывают Внутренняя одежда Вместе Ввиду Сейчас Штаны Бывают Внутренняя Одевают Широкие Шарвары Что-нибудь Раньше Как юбка Нижняя часть Одежды И мужчины Носили И женщины Носили Женщина Своя Была Мужчина Своя Была И сверху Одевали Камис Потом Клоток То есть Не одевайте Изар Нижнюю часть Одежды Которая Закрывает От пупка До Низа Тело Можно ли Она Читала Намаз Как бы Можно Говорить Если Ее Платье Длинное Закрывает Спины Ноги То есть Ноги Полностью Тоже Закрывает Так что Она Уйдет На Судю И Раскрывается Остальная Час Ноги Это Нельзя Если Она Полностью Длинная Такая Что Закрывает Ноги Тогда Можно Если Платье Сейчас Не Такое Длинное Что Закрывает Например Это Не Специальное Платье Для Намаза Сейчас Есть Намаз Специальные Платья Они Длиннее Бывают Со Шотом Ноги Тоже Закрывают Можно Наследовать Или Чулки Которые Закрывают Обрат Это Достаточно Если Ты Идешь На Судю У Наших Матерей Бывала Тархан Она Такая Как Мешочек Они Одевают Закрывают Ноги И Нижняя Часть И Сверху Одевают Еще Другой Большой Проток И Закрывает Обрат Это Так Читали Намаз Сейчас Есть Намаз Есть Как Общее Платье Длинное С Мазаби Считается Полностью Ноги Надо Тоже Закрывать Ханафит Мазаби Нижняя Часть Ступни Они Считают Не Входит В Аурат Женщине В Намаз То есть Они Считают Это Не Аурат В В Общем Посланник Аллах Назрешает Читать Намаз Если Одно Длинное Платье Будет Снизу Даже Ничего Не Будет И Сверху Плоток Если Будет Намаз Считает Действительно Потому Что Она Закрывает Все Тело Аурат Главное Чтобы Это Волосы Не Были Шея Была Закрыта Не Подчеркивала Фигуру Она Была Свободная И Не Было Прозрачное Чтобы Там Можно Было Видеть Кожу Тела Свет Кожи На этом Начало Мы Сегодня Закончим Людям День Уроки Делают Так Мусульмане Стали Очень Ленив Они Свою Религию Идучают Длинные Уроки Дневнятся И Здесь Как раз Будет Следующая Будет На Другую Тему Завтра Если Алла Позволит Или После Завтра Я Думал Через День Делать Лекции Уроки Успевали Те Кто Не Успевает Смотреть Одна За Другим Обычно Не Успевает Смотреть Через День И Мне Тоже Некоторые Делают Загрузки Бывают Будем Изучать То Что Портит Намаз 11 Вещей Шафиз Камазад Которые Делают Намаз Недействительным Эти Вещи Мы Тоже Должны Обязательно Знать Чтобы Мы Остерегались Их Не Портили Намаз Насчет Вопросов Скорее Все Мне Вопрос Не Отправлю Так Как Одно Телефон Который Должен Вопрос Приходить Она Сейчас Не Здесь А Снимает Поэтому Я думаю Вопросы Не Смогу Вам Ответить Я Вам Отвечу На Один Вопрос И Тему Который Я Сейчас Подняли Кто Такие Салафиты То Такое Течение Как Салафиты Нет Говорит Один Из Студентов Ну Имеется Студентов Которые Придерживаются Тариката И Это Как Были Шафиты Есть Ханафиты Есть Хамбалиты Маликиты Они Имамы Считаются Салафами Это Три Лучшие Поколения С этим Мы Согласны Абсолютно Разногласия Нет Но То Что Сейчас Является Новый Салафит Если Называют Как Бы Такого Течения С вами Нет Брат Четыре Мазхаба Все Они Признанные Мазхабы Все Имамы Салафитами Они Считаются Салафом Да Нет Проблем Но Ты Говоришь Что Шафиты Есть Салафиты Так Нет Шафиты Не Является Салафитом Мы Говорим Нет Течения Фикхи Салафиты Не Является Течением Фикхи Пятым Течением Шариатских Вопросов Фикха Салафиты Все Они Были Фикхи Хамбалитами И давали Фатфу На Хамбалитском Мазхабе Они Были Мучтайдами Хамбалитского Мазхаба Как Имам Наву Был Мучтайдом Шафитского Мазхаба Но Между Шафитами И Салафитами Разница Разница В Убеждениях Салафиты Которые Так Называют Это Не Означает Что Они Как Салафи Во Всем И Поклонении Это Лучшее Поколение Это Те Люди Которые В Вопросах Асмар И Вопрос Акиды Придерживаются Мнения Тех Первых Поколений Которые Сам Назвал Лучшее Поколение Бог И Мы Так Ж Считаем Это Хадис Прошло Лучшее Потом Которые После Него Это Будет 300 Лет 200 Сколько Первое Поколение Прошло Табирин И Табирин Табирин Мы Ахрус Нор Джама И Наман Ха Жи Салафи Не Салафи А На Их Пути Понимание Ахриви И Вопрос В Воробеждения Мы Не Таджжим Не Делаем То Есть Мы Не Делаем Аллах Тело Не Даем Место Творениями Которые Он Сотворил Он Возвышен Над этим Всем Это Вы Наоборот Ему Он Говорит Во всех Местах Мы Ограничивать В каких-то Местах То есть Он Везде Говорит Если Везде Получает Там Где Он Сотворил Тоже Он Выше Всего Этого Мы Придерживаемся Именно Менения Имама Ахмада Малик И Абханисы Что Бидуни Ташвиль Валя Таатил Валя Таджси Мы Эти Тауили Которые Сам Послан Кава Или Эти Салав Салих Праведные Предки И эти Четыре Имама Не делали Мы Тоже Не делаем Они Говорили Как Пришло Так И по Ним Покотимся Аллах Сказал Он Придет Судний День Значит Он Придет Если Он Спускается На Последний Час Ночи Чтобы Спросить Кто Желает Просит Прощения Я Прошу Мы Говорим Он Приходит Как Подобает Всевышний Как Эти Четыре Имама Так И Говорили Они Не Говорили Там Где Они Не Делали Тауил Не Делали Шархи Толкование Которое Не Пришло От Салав Мы Тоже Не Делаем Там Где Они Делают Мы Делаем Там Где Именно Салав И Делают Они Основ Делают Мы Делаем И Они Не Делают Они Придерживаются Удерживаются Толкования Мы Тоже Удерживаем Тех Халав Которые Пришли Попытались Все Эти Вещи Растолковать Как Делать Тауил Мы Говорим Мы Не Делаем Тауил Мы Не Делаем Тачсин Мы Не Говорим Что Рука Аллаха Как Рука Человека Или Чего То Кого То Я Читаю Если Ты Представил Себя Про Аллаха Аллах Как Раз Протух Ложен Человек Который Делает Тачсин Такие Вещи Объясняет Это Человек Забучий Человек Это Может Человек Вы Воследие С вам И Ни Один Как Вы Говорите Или Ваххабист Такие Вещи Не Делает Если Он Делает Он Сам Забучий Мы Сами От Нем Мы Говорим Все Четыре Имама Из Подвижники Табирины Там Где Они Не Делали Табирин Если Они Говорили Как Имам Мали Истива Малум Что Аллах Возвесился На Тронах Это Малум Истива Ее Смысл Дали Утвердился Возвесился Салаф Дали Самые Лучшие Люди Они Сифат Не Делали Не Аннулировали Не Говорили Что Везде Кто Салаф Из Подвижников Говорил Что Аллах Везде Аллах Знания И Мам Ущество Везде Аллах Везде Нельзя Аллах Возвесился Над Своими Творениями Своими И Аллах Сам Сказал Что Он Возвесился Над Своим Троном И Все Салаф И Говорили И Имам Малик Говорил Истива Малум Это Известно Потому Что Не Об одном Аятах Многих Аятах Слов Рахмана Аллах Сказал Это Не Я Сказал Это Все Имамы Все Так Его Понимали Другой Вопрос Как Мы Знаем И Ни Один Салаф Не Мож Тебе Объяснить Как Они Не Питаются И Нельзя Так Делать Попытаться Объяснить Толкование Как Всевышний Аллах Возвесился С Натроном Ты Не Мож Потому Что Он Не Описал Это Им Отрицать Что Всевышний Возвесился Натаршим Ты Кафиром Становишь Неверным Становишься Почему Потому Что Ты Отрицаешь Куран Слова Аллаха Отрицаешь Кто Ты Так И Спрашивать Как Копаться В Это Является Беда Имам Малик Так И Сказал И Ты Тоже Заблучив Датчик И Прогнал Вот Так Мы Это Понимаем И Если Вы Тоже Понимали Одноглас В книге Имама Малик Или Ахмада Или Шафа Или Абу Ханифа Ты Найдешь Масаля Что И Нигде Найдешь Что Они Говорят Аллах Везде Если Можешь Покажи Противоположно Что Аллах Они Утверждают Эти Сифры Как Есть И Они Говорят Что Намурру Камад Джа'р Верим Как Пришло Без Кейф Это Сколько Можно Сказать С С С Книги Имам Ахмада Я читал Дальше Музаны Другие Будут Читать Вы Тоже Читайте Не Нужно Халафов Поздные Книги Читать Людей Забуждение Мы Называем Себя На Манхаже Салафов В вопросах Этих Акэды Что Мы Не Таапил Не Ташпих Не Таавил Не Делаем Там Где Они Не Делают Но Нам Далеко До Лучшие Люди Наши Уммы Их Уровня Никто Не Достигнет Ни В Богобоязненности Ни Праведных Делах Ни В Знаниях Ни Понимании Религии Ни Ни Адабе Ни В Чем Так В В Кроме Смысле Салафи Конечно Их Нет Они Ушли Лучшие Люди Но Как Имам Шахер Говорил Я Люблю Салих Праведных Людей Берем Из Них Но Это Не Значит Мы Так Как Они Если Мы Говорим Манхаджи Салафом Следуем Это Означает Что Акыде Понимание Акыде Подвижников И Талибином И Четырем Имамом Подчеркну Ни Одну Вещь Которая Протворечит Именно Словам Акыде Имам Четырех Имам У Ахлу Сумны Которые Назовались Салафом В Аллахе Нет Те У кого Есть Это Человек Замучий Человек Мы Не Берем Свои Знания Только Мухаммад Абду Или Шейх Ислам Если Эти Два Имама Говорят То Что Протворечит Салам Четырех Имам Мы Не Берем И Мы Считаем Что Они До Них Дошли Далеко И Далеко Эти Самые Лучшие Люди Из Дуния В Афья Тил Бадан Как Здоровье Для Тела Как Солнце Для Дуния Вот Так Говорит Имам Шафа Для Людей Смотрите Есть Замена Этому Здоровье Ничем Не Заменить Солнце Не Небе Ничего Не Заменить Такое Незаменимое Человек Имам Шафа И Мы Следуем Именно Этим Имам Акыде И Я Людей Другие Заблуждения Водят Что Мы Каким Пятым Шестым Мазгавам Следуем И Этим Четыре Имам Протворечим Шафа Это Не Имам Шафа 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 Не Следует Убеждениям Самого Имам Шафа Они Следуют Убуждениям Имам Ашхари И Не Имам Ашхари Книги Которые И Баана И Рисала Или Ахли Сар Которые После Смерти Имама Шафа Через Сто И Сто И Без Сакхир До Этого Все Которые Были Лучшие Праведные Люди Они Без Акхида Умерли Почему Вы Не Сверяете С И Почему Вы Не Преподаете Имам Ахмада Книгу Почему Не Преподаете Имам Музани Книгу Или Имама Сабу Ни Книгу Эти же Праведные Сарафы Лучшие Люди Вы Сами Признаете И Мы Признаем Ни Одну У вас Музани Эти Книги Преподавают Ни Одну Лекцию Ни Серию Урока Вы Не Сделали По Эти Книгам Почему Вы Признаете Что Они Самые Праведные Признаете Что Они Лучшие Люди Эти Умы Но Ни Одну Труд Из И Изучают Всегда Халафа Изучают Почему Задайте Вы Сверяйте Свою Акиду Чтобы Она Была Похожей На Акида Имам Шафа Имам Ахмад Имам Абуханифа Имам Абуханифа Написал Книгу Фик Ахбаб Почему Не Изучать Или Уссул Имам Ахмада Или Шарх Музани Который Учеником Имам Шафа До Смерти С ним Бух Поэтому Проблема Не В том Что Мы Называемся Подвижником Табиином Салафом В таком смысле Мы Называем Себя Салафами Мы Говорим Что На Манхаж Салаф На Пути И Методологии Салафа Подходим К этим Вопросам К этим Аятам И Пониманию Акиды Мы Не Делаем Тауили Шархи Которые Они Не Делали Вот Что Мы Говорим Мы Именно Следуем Акиды Африк Мы Четы Мазхаба Признаем Приносим Другой Африк Чтобы Не Запутались Наши Четыре Также Рекомендовали Мы Преподаем Шархи Мазхаб Она На самом Деле Более Сильной Является С точки С Далилов И Иншал Мы Будем Дальше Глубляться И Мы Все Четыре Мазхаба Действительные Правильные Любой Из них Можно Придерживаться И Этот Человек Будет На Истином Путин Это Акиды Все Четыре Имама Были Одиногласны Основы Акиды Основы Религии Все Четыре Имама На Одном Акиде Все Таби'ины На Одном Акиде Все Сподвижники На Одном Акиде И Он Не Хочет И Мы Следуем Именно Этим Этим Ни В одном Вопросе Мы Не Протвожим Этим Этим Ни Четырем Имам Ни Таби'инам Ни Сахаб Если Вы Находите Что Там Заблуждение В этом Вопросе Укажите Что Имам Шафли Так Говорил А Вы Делаете Так Говорите Так Я Не Отвечаю За Всех Мы Говорим Те Кто Знаешь Сознанием Подошел Вопрос Судент Который Учился Он Говорил Что Что Четыре Имам Вахриди Или Я Не Видел И Не Слышал Если Можете Вы Покажите А Где-то Там Иб Гурбан Сказал Где-то Что-то Сказал Каком-то Книге Вам Это Преподнесли И Я За Нех Не Отвечаю И Обычно Это Скажем Виде Надо Смотреть Перевосточник Многие Говорят Шаих Узислям Он Был Муджасима Валлахи Виллахи Это Лох В Его Книгах Даже Бут Это Признал Его Книгах Наоборот Он Делает Раб И Он Делает Опровержение Муджасима Это Куфор Любой Бурак Знает Что Это Куфор И Шаих Узислям Как раз Так И Занимался Мурджи И Джахмиты И Эти Ж Кадариты В Его Время Были Очень Много Забыщих Сек Он Как раз Научное Опровержение Делал Писал Книги Он На самом деле Делал Джихад Своим Иншаллах Умер На Истине Если Даже Шейх Узислям Мы Не Считаем Что Он Безошибочный Он Придерживался Мазаха Фикхи И Он Написал Книгу Раф Книгу 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 И Указывает На их Достоинство На их Знание На их Богобоязнь На нас Попробуйте Купить И прочитать Или В интернете Найти Раф Книгу А вы Говорите Что Шейх Истинам Четырех Имам Не признают Что-то Делать Не надо На людей Наговаривать Изучайте Религию Смотрите Другую Сторон Смотрите Со всех Сторон Потом Вам Веснится Истин Иншалла Валхамду Лиллахи Раб Лаламин Саламу Алейкум Варахмату Варахат